С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 11 мая, четверг. Студия Мары Багирова. Доброе утро. Тысячи людей во всем мире вышли на акцию Бессмертный полк. Из года в год растет не только число участников шествия, но и география городов, примкнувших к нему на разных континентах. Бессмертный полк в память о героях войны прошел и по дагестанской столице. Почетную колонну сопровождала наша коллега Эльмира Алхаматова. Участники парада несут в руках портреты своих близких. У каждой семьи здесь своя история. Они словно живые смотрят с черно-белых фотографий. Это мой дедушка Ахмед Валерий Ильдарович. У него орден славы в третьей степени, медаль за отвагу и много других почетных. Зоу Симуром Магомед Саид. Это мой прадедушка. Он был на войне. Он был в окопе. Его закрыло танком, но он не умер. Его все равно нашли. Он остался жив и вернулся домой. Этот мой покойный папа. По его словам, их командир Михайлова, он в основном воевал в Курской дуге. Курск, Орел, но в этом направлении. Потом где-то в 43-м году под бомбежик попала бомба и контужила левая рука. Ампутировали, оперировали. Без левой руки он вернулся с фронта. Бессмертные герои снова в строю. В акции «Бессмертный полк» участвует глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он присоединился к шествию с портретом своего отца, защитника Севастополя. Воевал на Сапугаре и вокруг. Дважды был ранен и после был комиссован из армии. Но продолжал жить как настоящий патриот в своей родине. Все они идут в единые колонии, единым полком. Но сегодня поступило целый ряд предложений различных организаций, в том числе юно-армейцев, о том, чтобы обратиться в центральный штаб бессмертного полка и назвать это движение «Бессмертный полк» наследники Великой Победы. То есть еще раз подчеркиваю, что главный смысл этой акции – это и есть то, что мы продолжаем традиции победителей, традиции своих отцов и дедов. Поэтому это очень важная акция, поддержанная и президентом страны, и всеми людьми. В акции «Бессмертный полк» приняли участие дети и родные погибших сотрудников МВД. Они несли фотографии своих родственников, пострадавших от рук террористов. МВД, ДПС, под инспектором милиции и гордимся. Он попал в перестрелку. Наш подход таков, что здесь должны идти все, кто борется против фашизма, против терроризма, против экстремизма, против нацизма. То есть это полк, бессмертный полк, это полк, который идет против невежества. Марши «Бессмертного полка» приняли участие люди со всех уголков республики. И каждый год эта патриотическая акция собирает все больше людей. Тысячи фотографий героев Великой Отечественной войны. За каждым из них подвиг. И, возможно, не один. Из их отваги и мужества ковалась общая победа. Одна на всех. Для всех родных и близких история их деда и отца, омытая слезами страница Великой Победы над фашизмом. Это мой дедушка Семенов Василий Яковлевич. Родился, вырос и жил он на Украине. С первых дней войны он ушел на фронт. И был на фронте до самых последних дней, до Дня Победы. Он был трижды ранен, дошел до Берлина. Я очень рада, что вообще существует такое движение «Бессмертный полк». И оно должно существовать всегда, чтобы наши дети никогда не забывали то, что было. Моя бабушка Семенова Валентина Антоновна. Она попала под оккупацию фашистов на Украине. Не успели их эвакуировать с моей малолетней мамой. Они жили в сарае. Фашисты над ними издевались. Они были рабами. На глазах у моей мамы избивали бабушку. И так было до тех пор, пока Красная Армия не освободила Украину. Поэтому это праздник для нашей семьи особенный. Маленькие дети, празднуя Великую Победу, возможно, не совсем понимают даже ценность этого исторического наряда. Но одно они знают точно. Праздник для людей особенный. Главой Республики Дагестан подписан указ об увековечении памяти известного радио- и тележурналиста, писателя и публициста Газимагомеда Голбацева. И 13 мая, в день его рождения, Ародинская средняя школа Хунзахского района будет названа его именем. О совместной работе с Голбацевым вспоминают председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов и директор ГТРК Дагестан Луиза Алиханова. Праздник Магомеда Голбацев был, если честно так сказать, неповторимым человеком и писателем. Он провел свою жизнь непохожую в литературе, свою жизнь прожил непохожую на других. У него была своя тропа, своя судьба, свое видение мира, свое видение Дагестана. Человек близкий народу, Дагестану. Он долгие годы вел гаварскую передачу на телевидении, был замечательным журналистом, писал блестящие статьи. Но самое главное, он был очень талантливым писателем, художественным произведением его, его пьесы, которые шли на сцену гаварского театра, оказывали огромное влияние на умы читателей, людей. Это было в 1986 году. На Голбацева вообще, по существу, обратила внимание через своего отца. Отец слушал Дагестанское радио, его очень хорошо знали в аварской редакции, писали. Он сотрудничал с этой аварской редакцией. И он мне, я приезжаю в Гунибу, и он мне говорит, слушай, Луиза, вот у вас, говорит, новый, говорит, работник появился, говорит, редактор. Голбацев, говорит, Газим Магомед, говорит, я его передачи, говорит, с упоением так слушаю. Это что-то, говорит, новое на вашем радио, и что-то такое вот неординарное. Тогда я начала слушать Голбацева. И действительно, вы знаете, это было новое, скажем, веяние вообще вот в радиожурналистике, в аварской редакции. В Дагестане работают над сохранением ценных старинных рукописей. Экспонаты, которые раньше оберегали от повреждений чужих глаз и рук, теперь решили защищать другим способом – путем оцифровки. Так материалы обретают еще одну жизнь и становятся более неподвластными времени и доступными для читателей. В Махачкале прошла 12-я встреча клуба «Гадекан для бизнесменов», в которой участвовали более 200 столичных предпринимателей. Приветственным словом к участникам сообщества обратился председатель ассоциации «Бизнес-сообщества Махачкалы» Абдул-Хаким Пахрудинов. 15 мая лауреат международных конкурсов, солистка Ростовского музыкального театра Наталья Дмитриевская и Национальный симфонический оркестр Дагестана под управлением дирижера народного артиста России и Чечни Валерия Хлебникова дадут концерт в Махачкале. Победители и призеры чемпионата Европы по вольной борьбе торжественно встретили в Махачкалинском аэропорту. В Сербии воспитанники спортивных школ республики в составе сборной России завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Анжи в будущем сезоне продолжит играть в премьер-лиге. Напомним, последняя домашняя игра с Ростовом состоится 17 мая. И о погоде. По сообщению Дагестанского гидромедцентра сегодня по районам республики ожидается Местами дождь, гроза в отдельных горных районах сильны, возможен град, ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, в горных районах юго-западный 6-11 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха 17-22 градуса тепла. По приморским районам 15-20, в горах 10-15, местами до 20 градусов тепла. В Махачкале ожидается дождь, гроза, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 15-17 градусов тепла, температура воды в море 16 градусов. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан». «Вести Дагестан».